МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень много ветеранов, всех воин. Россия всегда защищала себя, всегда защищала тех людей, которые в этом нуждаются. И очень хочется пожелать вот этого теплоты, которую сегодня Ставрополь, Ставропольский край отдает специально военной операции, чтобы вот эти стены были пропитаны этой теплотой. Будут непростые ситуации. Я уверен, что они будут, потому что люди с запросом приходят с болью о том, что они защищали Родину, и нужно им помочь. Даже самые сложные ситуации должны здесь разрешаться. Даже самые сложные ситуации должны здесь разрешаться. Тщательно контролировать строительные блоки и вовремя вводить объекты в эксплуатацию призвал глав территории губернатор Владимир Владимиров. Глава региона принял участие в общем собрании членов Ассоциации Совета муниципальных образований Ставрополья. Встреча прошла в правительстве края. Владимиров отметил основные направления работы на этот год. Нацелил особое внимание уделить социальным программам. 2023-й насыщенный в части строительства и ремонта объектов. Отдельно глава региона подчеркнул вопросы, связанные с помощью участников СВО и их семьи. То, что я сказал в послании, в части приемов по личным вопросам, в части инициатив, уважаемый глава, я вас очень прошу вот этому правилу очень внимательно следовать. Мои представители, пожалуйста, отслеживайте это и сами участвуйте. Потому что, ну, знаете, вы все, как и я, бываете на передовой, видите, что когда у солдата есть полное понимание, что дома у него крыша перекрыта, ЖКХ оплощенная, и дети в садике, в школе учиться пошли дальше, ему гораздо проще и гораздо более приятнее, не знаю, ответственнее, наверное, даже свой долг исполнять. В хуторе Родниковском создают новую зону отдыха. Там уложат тротуарные дорожки, оборудуют уличное освещение, установят лавочки и беседки, сообщили в региональном минсельхозе. Также на территории пространства обустроят питьевой фонтанчик с артезианской водой. Завершить работы планируют к концу июня. Благоустройство зоны отдыха ведется по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Баули-Чур жители очистили от мусора береговые линии местного пруда. В общей сложности собрали более 300 килограммов отходов, сообщили в Краевом Минприроды. Уборку провели в рамках экологической акции «Вода России», которая входит в нацпроект «Экология». В Грачевском округе на участке региональной трассы Ставрополя-Александровской и Минеральной воды продолжается ремонт моста через реку Горькую. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие и конструкции путепровода, сообщили в региональном миндоре. Скоро на объекте установят новые опоры, обустроят бетонные плиты и уложат асфальтобетонное полотно. Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова